Мы сюда пришли, мысль какая, рассказать, что людей ждет за этот блуд в этой рулетке. И самая радостная вещь, что Иисус умер и воскрес. Вот об этом речь. Давайте вопрос ваш. Давай, давай, басюшка, скажи, откуда Бог? Без друга не только, вопрос, говорите. Хорошо, мы не материмся, скажи по-братски. Скажите, пожалуйста, давайте так, разберем тему 144 тысячи. Кто такие 144 тысячи и где они будут признаны? Вы к себе поближе микрофон сделайте, плохо слышно. Давай. Вопрос такой. Да. Помазанные христиане, 144 тысячи, кто это? А там же указано. Я зачем буду добавлять, там толкование дается рядом. Что интересно, вы на главное-то не обратили никто внимания. Почему там колено Данова не упоминается? Колено Данова. А Ефремова-то это не колено. Ну да. Здесь все очень просто раскрыто. 50% примерно мужики голые лежат. Женщины всякие пакости показывают. А процентов 90% мусульмане. Самое лживое, подлое, греховное. Все собралось здесь. Наверное, я спортом занимаюсь. Ну так заниматься можно и одетый, надеть на себя рубашку. Здесь рулетка не для этого здесь есть. Она только для блуда. Больше не для чего. Это Содом и Гаморра. Я тут уже шею. Ну я уже шестой месяц здесь. Со Словом Божиим. Какие-то вопросы у вас есть по этой книге? О вечности, о душе, о смысле жизни. Вы можете задать? Да, есть. Да. Бать, есть вопрос. Давай, только без ругани чтоб было. Без ругани. Давай, пожалуйста. А в чем задать вопрос? Столько времени, короче, происходит. Ситуации разные. Откуда знаешь, где я буду? А Библия говорит о многом. О кончине мира, о последних днях существования Земли, когда она вся сгорит. Это Бог открывает. Ни один человек не может знать, что за 2000 лет вперед будет. А Библия говорит, какой правитель будет последний в мире, где он будет царствовать, какая столица будет, какие лозунги будут. Вот второе писал Никистам, вторая глава, четвертый стих. Тринадцатая глава, откровение. Это будет столицей мира, границ не будет. Будет Иерусалим. Один еврей над всем миром. А? Исаж? Да нет, сказано же было давным-давно еще. Давным-давно с ремнем. Ну, там сказано так, я говорю вам, что это давным-давно было сказано. И это слово Божие. Только Бог знает, разнаряживает события. И этот правитель будет 42 месяца. Его нету, 2000 лет назад. А уже все подсчитано. И когда явится Господь, говорит, найдет ли веру на земле Сын Человеческий. То есть такое развращение всеобщее будет. Первая глава римлянам указывает на это. Непослушность родителям. Развал семьи. Сейчас в Российской Федерации, если вы здесь, 86,5% разводов. За время перестройки только в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Это, говорит, еще не полные данные. А во Второй мировой войне, во Второй мировой войне, во всем мире погибло не больше 55 миллионов. Это две мировых войны. Вообще, женщины в вагине. Есть о чем? Байк, вопрос тебе, Байк. Давай. Почему у каждой нации свой Бог? Понимаете, Господь открылся всем народам. Ян Златоус об этом очень просто объясняет. Если издан закон какой-то, он действует определенное только время и в определенном государстве. Другое государство не может претендовать. А Евангелие дано на все времена до кончины мира. Одно. И Бог-то один. А Сатана подсовывает другие. Нет другого. Почему? 4.12 Евангелие, это, скажете, Диане Апостолов, говорит, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А Евангелие от Марка 16, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот и все. Один Бог. Откровение дано нам только в Святой Библии. Ни в одной книге этого нету больше. Да? Говорите. Каждая нация Бог не давал Бога. Она все времена. А один откровение Бог дал. Единый и вечный Бог. Люди-то этого не понимают, что Он единого Святой Троицы. И что Сын Божий сошел на землю и умер за грехи людей, прибитые ко Христу. И в третий день воскрес. И дарует прощение любому, в любом преступлении. Если человек кается, обещается и исполнит обещание. Не делать больше никогда этого. Ни в одной религии этого нету. Только в христианстве. А вам не кажется, что раньше каждое государство делало своего Бога, чтобы усыгрыбить свой народ? Вы Библию читали? Ну, частично. Ну, а раз вы читали, я что буду... По-другому я не могу отвечать. Я 58 лет проповедник. Ну, я понимаю. Ну, как я вижу, просто, ну, с разумной точки зрения, если не брать в силу того, что существует Бог. Каждое государство, ну, каждая религия брала своего какого-то Бога и проповедовала его своему народу. Ну, даже пусть Коран. Это 2 миллиарда людей верят в это. Мы её не трогаем. Я спрашиваю с ними. Вот, допустим, здесь я побеседовал примерно 2500 мусульман. И ни один не знает содержание книги. Своей. Ну, какой же он? Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Он не знает, что это. Маленькие пацанят вот такие вот. А мы мусульмане. И матерят меня сразу. Да разве мусульмане такие? Они очень уважительны к старшим. А к Сокалов? У них совет старейшин есть. Они уважительны к гостям, но не к врагам. А мы не враги. У нас хорошее отношение с ними. Вот мне Господь позволил. Мы строим православную деревню с нуля в Алтайском крае. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я много лет, 18 лет в пяти университетах вёл занятия. У меня вышло 38 томов книг. Я решил их подарить в Библиотеке мира. И мы из Барнавула доехали до Владивостока. Потом контейнер забросили с книгами границы. Лиссабон, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. 650 городов посетили. И сделали подарок на 35 миллионов. А денег-то нету. Бог открывает. И в Баку мы ночевали в доме Муллы. Ходили в мечеть. И мы проехали 6 мусульманских республик в Турцию. И с нами мусульмане нигде плохо не обращались. А старались помочь. Сюда, в это место разврата. Чтобы сказать, что за это ждет людей. И рассказать о самой радостной вести. Что Иисус умер и воскрес. Для спасения людей. Отвес. Отвес. Снимись меня. Я нагрошился. Так. Только чтобы не ругались. Снимись. Конечно. Снимись. Если у вас есть вопросы о душе, о вечности. О жизни во Христе. Можете задать. Хочу покаяться. Это вам покаяться перед Богом надо. Передо мной не надо. Это. Да. Как вы уже это сказали. Можете у меня. Вы. Если у вас есть православная церковь. Сходите в храм Божий. Без всякой усмешки. Я согрешил свою жизнь. Вы простите у Бога слезы. Не на смешку. Я согрешу. Снимись грехи. Написано. Горе смеющимся ныне. И вы вас плачете и возрыдаете. Самое время. Самое время. Я вам отвечаю конкретно. Пойдите в храм Божий православный. И сходите на исповедь к священнику. Я ходил, святой отец. Ой. Я смотрю. Священник, да? Нет. Я. Ну, священно действие в проповеди. Я простой человек. О, вот это. Ну, отец. Знаешь, я могу вам поведаться. Еще не надо говорить. Говорить еще не надо. Я не желаю слышать это. Согрешили. Кайтесь перед Богом. Господь открыл. Говорит. Приходящего ко мне не изгоню вон. Ну, вы. Снимите. Снимите. Я вам говорю. У вас в доме вот такая книга. Есть или нет? Нету, нету. Ну, у вас нету. А там написано. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Иго мое благо, бремя мое легкое. И найдете покой душам вашим. Христос зовет к себе, не ко мне. Отец. Я согрешу свою жизнь. Мы сидим в тюрьме. Тут не дают нам молиться, не дают. Церковь нам не дают ходить. Я хотел исповедаться. Хотел священник. Я вам ответил на это. Вы третий раз говорите. Если вы не обкуренный, нормальный человек, тогда вам достаточно этого. Не понял. Ну, только без руганий. Смотрите, следы, 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 следы. Так, у вас вопросов никаких нету, да? У меня есть. Я просто, я когда был молодым, я согрешил очень. Я очень жалею. Я хотел, чтобы вы святой священник, чтобы сняли график. Я, во-первых, ухмыляться не надо. А во-вторых, я не священник. А в-третьих, у вас раскаяния никакого нету. Вы еще и кощунь. С чего? С чего? Вопросы, касающиеся вашей личности, духовной, для Бога, как жить, для чего, смыслы жизни, да и другие вопросы. Можете задавать. Я вот студентам отвечал всегда, политически, экономически, социально, любые вопросы. А вы кто вообще? Повторите. Вы вообще кто? Вы кто? Я просто человек, православный христианин, проповедник, миссионер. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин, Игнатий Тиханович. Мне 81-й год. Довольно это справки? Да, да, понятно. Мне скрывать не надо ничего. Я для Бога это все делаю. Мы строим православную деревню. Это деревню еще? Да. Это деревню еще? И какой-то там еще видящий. Мы строим единственную деревню в России. А их уничтожено 301 тысяча. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Алтайский край. Одна такая деревня на всю страну. Почему одна? А нет, таких больше нет. Везде курят, пьют, матерятся. А у нас при въезде в деревню, с каждой стороны, на территории деревни курить запрещено. На территории, не в доме. Вот мы деревню строим, сами храм построили, за свой счет школу государственную, дороги, пруды восстановили. Ни одной копейки государство нам не дало. И не надо говорить проблемы. Я это слово истребил полностью. Заменил его нерешенный вопрос. 31 тысяча деревень исчезли, территория пустая. Уже до Байкала Китай дошел. А тут с юга подпирают народности. У них, у южных народов, среднее ребенок, 8,1 ребенка на семью. У русских 1,8. Что непонятно-то? Который Господь Бог открыл нам в Слове Своем. Что Иисус умер и воскрес. Для оправдания каждого человека, кто просит прощения. Вы, наверное, думаете по этой книге, да? Да. Прочитайте, что написано. Вот это да. Вы по-русски разговариваете? Да. А вот вы эту книгу считали, нет? Какой? Вот эту книгу. Конечно. Так, скажите, 5 сура, 47-й, 66-й аят. О чем говорят? Вот я так... А я вам скажу. Там написано так. Мы, христиане, называемся люди Писания. Так, нет? Люди Писания. Ну, прямо, прямой перевод Крачковского. Люди Писания. А когда было это сказано, ваш основатель религии вашей, он умер в 632 году, 7-й век. В 7-м веке никакой книги больше не было, одна Библия. И там написано, Всевышний, это 68-й аят, дал нам, христианам, людям Писание, инжил, Евангелие. И там написано, и вы не нарушайте его, а по нему поступайте. То есть, тогда у нас войны не будет с мусульманами. Здорово сказано. А вы мусульман или христианин? Я христианин. Мусульмане не крестятся. Мусульмане усы подбревают, у нас не трогают. Мы верим.